Раз, два, три. Канал Русфа Пэс, всем привет. Вот, и естественно по названию вы уже догадались, что сегодня у нас будет. Это Волга. Её не было уже месяца два, наверное, вот. На втором месте мы находимся, 25 очков. И против Динамо сегодня сыграем. Вот, сразу же хочу сказать вам о формате. И естественно практически всё будет зависеть от вас. Продолжаем мы эту карьеру или нет. Вот, ну естественно вам желательно бы в комментариях сказать своё мнение по этому поводу. Как бы вы хотели видеть эту карьеру. Естественно самые залайканные комментарии, если они конечно будут. Да, вот, я приму к сведению. Я предлагаю так. Делать видео, раз, без монтажа. Потому что первая причина. Мне, ну, как сказать вам. Лучше я какие-нибудь исторические книги прочитаю или общество поучу. Это раз. Два. Ну, потому что времени много тратится. Два. Это, ну, просто неохота монтировать. Мне ближе вот так просто сел, записал, без косяков и выложил. Вот. Предлагайте ваши идеи по этому поводу. С монтажом без, но я больше склоняюсь к этому. И скорее всего так делать и буду. Вот. И второе. Это у нас либо снимаем все матчи. Вот мы сейчас зайдём. Достижение. Пусть радуется. А что там у нас? Да. Вот. И второе, что у нас. Вот мы смотрим на календарь. Там машины ездят постоянно. И видим, что вот есть такая команда, не самая главная, как Урал. Вот. А есть такая команда, как Динамо, Спартак, ЦСКА. Ну, там Рубина, Локомотив. Вот. И мне записывать все матчи. Четыре минуты, звезда футбола. Ну, как бы. Или три минуты. Вот. Чтобы экономить ваше и моё время. Вот. Три минуты. Я там всё равно забью там. Десять голов. Не переживайте. Вот. Записывать матчи со всеми. Или записывать только важные матчи. И, например, вот я сегодня за Динамо сыграю. Потом с Амкаром, с Уралом. Это я уже за кадром сделаю. И, например, завтра я запишу Спартак. И расскажу вам, как я сыграл с Амкаром и с Уралом. Мне кажется, это будет экономия и вашего, и моего времени. Вот. Это самый предпочтительный вариант. То есть, раз без монтажа. Два только главные матчи. Три. Решить. Четыре или три минуты. Вот. Мне кажется, лучше четыре, потому что, ну, больше шансов и моментов для того, чтобы забить. Парочку уголов. Сегодня у нас, вы уже поняли, Динамо. Мы сейчас зайдем и посмотрим, самое главное, на каком мы месте. Ну, сколько очков нас отделяет от первого места. Вот. То есть, заходим в таблицу и смотрим, что... Как фанат... Ну, не как фанат, а как просто болельщик рубина. Мне это, конечно, приятно. Это классно. Ну, и в кубке мы не вылетели. Это раз. Во-вторых, у нас в сентябре 13-го года будет... Ну, естественно, мы тут начинаем с 13-го, потому что игра какого года вышла, сами понимаете. Вот. А у нас будет вот эта вот шняга с кубком. То есть, в кубке мы не вылетели. То есть, во всех турнирах мы участвуем. Не знаю, что будет с еврокубками, но будут ли они вообще для нас. Есть ли здесь вообще премьера лига, но желательно бы, чтобы была. И можно сделать, например, отдельной серии, когда будет трансферное окно. Оно, кстати, закончилось. Я парочку игр, по-моему, закончилось. Вот. Парочку игроков продал, никого не покупал. Вот. Не знаю, что там с трансферным окном. Вот у меня список интересов. Никого нет, странно. Вот, например, кто мне нужен. Допустим, Дзюба. Ну, допустим, ему здесь 25 лет. Если вам это неинтересно, вы можете промотать. Неправильно написал. Вот. Но мы можем найти. И неинтересно, вы можете промотать сразу, где я играю, собственно, матч. Допустим, мне нужен Кокорин, да? То есть, он тут атака. Так. Любой. Опять нужно искать, блин. Неудобная система поиска игроков, конечно. Вот. Нападающий. Ладно, окей. Мне нужен любой игрок. Вот. Допустим, сделать предложение. Странно. Трансферное окно открыто или нет. Не знаю. У нас, видите, какой баланс? Трансферное окно открыто или нет. Это у нас евро или, ну, предположим, что это евро, но это монетки какие-то используются, но это, допустим, евро. Потому что все расчеты в футбольном, так скажем, мире ведутся в евро, кроме, кроме Британии. Там у них в фунтах покупаются и продаются игроки. Ну, естественно, весь рейтинг в евро. Там кто топ по продажам. Ну и так далее. Состав 4. Так, 4-4-2, 4-1-3-2. Как угодно схема. Вот. Для FIFA здесь она для меня самая предпочтительная. Все. Сейчас, естественно, будем играть и всех наказывать. Старый мяч. Вот такой черно-беленький, красивый вообще. Вот. Вот 4 минуты или 3, это вы уже в комментах пишите, пожалуйста. Потому что от вашего мнения, это не выборы в России. Здесь от вашего мнения хоть что-то будет зависеть, понимаете? Там нет. А здесь, да. Поэтому пишите, ребят. Естественно, про выборы в России это было предположение не принимать серьезно. Вот. А то мало ли вдруг подумайте тогда. Вот. Это не серьезно и все там куклы-лица выдуманы. Вот. Все. Идем играть. Мы отвлеклись немножко. Вот. 4-4-5-1. Почему-то нету Кокорина. Что очень странно. Или я его там проглядел. Так. Сейчас мы врубаем звуки матча. Я не знаю, они слышны вам или нет. Почему-то раз в одном наушнике. 2-2. 2-2. Очень слабо слышно. Вот. Так. Не играл давно. Ну, по-моему, неделю где-то или дня 4. Поэтому для меня этот матч будет, я думаю, легким. А сейчас, естественно, я вам покажу сложность. Вот. Это звезда футбола 4 минуты. Поэтому тут никаких вопросов быть не должно. Вот. Не знаю пока, как коммент, потому что никаких опасных моментов не произошло. Но это Шелтон. Раз. А у него, мы знаем, скорость 94. Он просто, просто, просто отдаст пас. И... Ну, тут вряд ли гол уже будет. Но это просто на шару. Я тут... Надо было просто бить. Что-то фигня какой-то пострадал. Кстати, Нобуа, по-моему, он ушел из Зенита и сейчас играет в... Я не знаю, где там клуб странное название. Недавно вышел в премьер-лигу. Это фарм-клуб Зенита. Точно не помню название. Жирков играет не на левом защитнике, а где-то на форварде. Тоже один момент. Если мы помним, в сезоне, по-моему, 4-5, когда ЦСКА выиграл там какой-то кубок. Это, по-моему, Лига Европы сейчас называется. Вот, а там кубок УЕФА назывался. Вот. Удар, кстати, сейв. Правда, удар хреновый был. Вот. Там Жирков вообще играл на центральном защитнике. Так, сейчас я вспомню. Это был левый центральный защитник, да. И он умудрился между ног забить вратарю. То есть, он центральный защитник. И вот удар, кстати. Что? Габулов. Сейв. Вот. Будучи на центральном защитнике, умудрился забить гол. Ну, как это возможно вообще? Алдонин. Показал, как нужно бить штрафные. Красавчик. И вот здесь забить бы, но, к сожалению, не получается. Пока что. Но уже есть какие-то опасные моменты. Что-то мы придумываем, делаем. Мы, кстати, играем на... Так. Да. Мы играем на балансе. И это нам позволяет держать хорошую оборону и не допускать контр-атак. Поэтому, видите, нас атакуют позиционно. Никаких таких быстрых контр-атак и голов нам за шиворот не делают. Вот только сейчас вот грамотная атака. Я смотрю. Блин. Хорош Леандр. Просто блестяще без него. Я не знаю, что было бы. Так. Это... Это нужно забегать. Это нужно. Все. Все. Делай свое грязное дело. Во славу Отечеству. Ура. Все. Волга 1-0. Шелтон забил первый гол. Ее. Класс. А лимонная вода вкусная. Прям вообще. Вот. Еще раз наблюдаем. Это кто у нас был? Алдонин, да? Красавчик. Шелтон на своих 94 скорость. По-моему, он там еще прокачается в скоростном потенциале. Я точно не знаю. Вот. Ну и все. 1-0. До свидания. Первый пошел. На 25-й минуте мы это дело сделали. И естественно, они должны сейчас поплыть. Вот. Мы можем, кстати, в атаку даже выйти. Что я сделал? Зачем я сейчас это сделал? Надо было чуть попозже. Мы можем сделать атаку и на них напасть. Но FIFA не хочет, чтобы я нападал. И вот такую фигню сделали. Видели? Я защитником шел. А там он не хотел идти нападать. И это странно было. Это FIFA. Здесь нет ничего в этом удивительного. Путило. Не идет у нас. Вот. Поэтому в комментах обязательно, повторяюсь, пишите. Нужна ли вам эта карьера? Вот это продолжение? Все практически будет зависеть от вас. Практически. Вот. У вас это приходите отдать свой голос. Вот. Вот. А избирательный участок будет у нас. Не знаю. Я, может, подсказку сделаю там или еще что-нибудь. Ну, посмотрим уже. Попозже чуть-чуть. Вот. Плохая тактика была играть в нападение. Потому что, ну, все бегут в атаку. Потом нужно в нападение. Потом нужно схему перестроить. Обратно все это сделать. И это очень много времени уходит. Поэтому мы спокойненько. У нас преимущество в один мяч. И мы никуда не спешим. В отличие от Динамо. Куда-то они там бегут, спешат. Я не знаю, где, куда Кокорин делся. Вот. Куда он делся? Не понимаю. Перевод. У них там фланг открыт. А там, естественно, Шелтон поджидает, когда ему уже, собственно говоря, отрываться. И Сычев. Как это возможно было сейчас? Тебе выдали красивую. И ты... А, ну, окей, окей. Окей. Простим первый раз. Ну, ему уже там 34 года. Поэтому что, стариката там мучить? Вот так. Путило. Сычев. Ему нужно сейчас оторваться. Скорость 70. Ну, по крайней мере, позволяет средненько так бежать. Вот. Спешились. Обошли одного. Отдали пас. Надо было бить. Но ничего страшного. Так, это штрафной. Естественно, штрафной. И кто у нас будет бить? Это Шелтон? Разве? Ну, ладно. Окей. Попробуем за него. А можно вот так сделать. Смотрите. Опача. Опача. Задумка была хорошая. Но исполнение хромает. Он так вот. Смотрите-ка. Взял, закрутил, значит. Слушайте-ка. Да нет. Все было прекрасно сделано. Практически. Вот. Смотрите. Ну, это уже другой повтор. Класс. Класс. Вот. Все было сделано практически идеально. Только чуть-чуть выше. Ну, бывает. Обрати внимание, что... Что у них вообще ноль ударов. Поворотом тоже ноль. Естественно. То есть, они вообще ничего не смогли противопоставить. Защита работает практически идеально. Но. И... В общем, все классно. И, естественно, мы попробуем пойти в нападение. Потому что нам что-то надо делать. Второй угол забивать. Это раз. Вот. Все. Увидел. Увидел. Молодец. Так. Сейчас ускорься немножко. Ну, это все. Это фол. Это фол. Ну, защитник увидел, что не сможет его перебежать. Естественно. Вот он так грязно сыграл. Сейчас. Это гол, да? Нет. Чуть выше. Быстро очень провел рукой. Сейчас посмотрим момент. Не, ну, просто дерзкий парень, конечно. Не понимает, на кого идет. А нет. Опять. Ну, очень высоко. Видимо, мяч сильно надули. Вот. Специально причем. Специально перед этим ударом. Не знаю. Почему? Не получается у нас со штрафными тут. Мне кажется, проще в сложной песке забить штрафной, чем здесь. Переводики. Переводики. Красивенькие переводы. Ой. Хорош. Малеров. Передача Шелтон. Низом. Люблю смотреть повторы. Особенно, как он выдал вот, как он выдал эту красивую передачу. Ну, это красота просто. Вот. Как Шелтон ускорился. На секундочку. Прям вообще красавчик. Только забить бы. Ладно. Окей. У нас видим, что есть моменты. Видим, что мы доминируем, унижаем. И все в таком духе. Перевод. Не вижу, кто там был. Мы сейчас этот мяч скоммуниздим. И, естественно, бежим в свою атаку. Нам нужна только скорость. А кто это бежит, я так и не понял. Быстрый какой-то парень. А вот такой анимации я ни разу не видел. Честно. Если вы играли в FIFA 14, вы... Вот. Смотрите. То есть он его раз. А запнулся он только позже. Ну, это весело, конечно. Но не есть хорошо. Не есть хорошо. Вот. Нам нужно сейчас перекрыть возможность для паса. Как-то он так хитро отдал. Заброс. Вот видите, что значит играть в атаку. В любой момент можно зашиворот мяч, вот обыграть. И забить гол. А, не знаю. Значит, как-то Куране... Куране один-один. Ну, он хорошо сыграл. Я позволил ему меня обыграть. Вот. Он даже тут не раздумывая. Просто ударил и все. Вот. Нам нужно сейчас что? Через несколько пасов пробиться к воротам. Ну, только не так. Ну, все уже. Начала команда плыть. Идем на втором месте. И так позволяем играть себе. Но это неправильно. Вот сейчас можно... Потерял мяч. Хотел заброс сделать. Не получилось. Вот. Так. Все. Все. Теперь Шелтон забегает. Ну, он забегает, а он просто телится на фланге. Что нельзя делать. Собственно говоря. Навес. Сычев. Ну, бить здесь, конечно, с острого угла так себе. Вот. Ну, Сычев, кстати, пробил с головы маленького роста Сычев. Не знаю, как это произошло. Но, естественно, забить нам не удалось. Рапитан. Сюда Малеров. Навес на Шелтона. И перехват. Да. Не получается пока нам... Ну, я думаю, победа 2-1 будет нормальным результатом. Все. Все. Это гол, да? Это гол! Шелтон на своей скорости дубль оформляет. Он у нас прокачается. Все будет классно. И он еще будет быстрее бегать. Вот. Это кто у нас? Малеров. Увидел Шелтона. А Шелтон вообще пофиг. Он раз пробрасывает, два. Все. До свидания, два защитника. Вот там Сычев пас просит, но он закрыт. Передачу никому отдать не могу. И только, собственно, удар. Все. Габулов там вообще ничего не может сделать. Удар низом. Грамотный. Выверенный. Все четко. И Динамо сейчас должен плакать. И у него по сценарию не должно ничего получаться, как нас заверяют разработчики. Но, естественно, они сейчас будут отыгрываться. И FIFA сама нам будет мешать побеждать. Но. 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 Все. Так. 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 Спокойно. Спокойно. Что я сделал? Что я сделал? Ну, не надо было так делать. Ну, не надо. Блин. Ну, блин. Так, Шелтон. Отдай. Малеров. Вот. Забегай. Отдай пас. Ну. Какие-то медленные долго думают. Вот в этом проблема моих игроков. Вот. Так-то все, в принципе, у них очень прекрасно получается. Вот перевод на правый фланг. Здесь Малеров. А там Шелтон. И все. А там до свидания. А там первый финт. Второй финт. Третий. Ну, это не финт. Это просто замахи такие. Вот. Сычеву. На фланг Бордиану. Сюда. Ну, тут уже непонятно. Бить или что. Ну, Роптан пробьет. Что это такое. Второй удар. И, естественно, как-то это все было странно. Сейчас посмотрим. На эту прикольную атаку. Вот. Не Роптан, а Ропотан. Перепутал. Вот. Ну, удар, естественно, был мимо. Вот это вот рикошет. Очень классный. В реальном футболе такого... Такой вряд ли будет. Вот Габулов здесь выносит. И опять Роптан бьет. И бьет. На секундочку. Ну, это почти гол. Ну, это почти гол. Это не вызывает сомнений вообще. Ну, это... Ну, смотрите, как классно. Тем более, когда мяч черно-белый. Там кажется, как будто он там на колболы всякие исполняет. Крутится, вертится туда-сюда. Вот. Опять отобрали. Опять отобрали. Так, вот Ропотан. Леандро. Сюда. Пару финтов. Ридич. Шелтон. Шелтон туда забегает. Мы ему отдаем. Так, он принимает. Смещается в центр. Так, у него не должны были отобрать. Но отобрали. Окей. Ну, здесь... Здесь была возможность Алдонину пробить. Но не получилось. Окей. Алдонин опять. Здесь ему нужно отдать. Естественно, отдать на Малерово. А тут он ищет пас. Колодин. С его пушкой страшно. Серьезно, нет. Удар был, видимо, не так... Как хорошо. Обработал. Пробил. Нет, пробил. Кстати, хорошо. Просто у Габулова хороший выбор позиций. Вот. Так все классно было. Вот вообще. В последнюю атаку. Я думаю, нам дадут последнюю атаку сделать. В нападение перейдем. Нам дадут минуты две. Я думаю, по стандарту. Две минуты дай мне. Все. Игра нам дала две минуты. Все. У нас есть шанс изменить все. Ну, Сычев. Ну, что за... Что за игры там в штрафной? Ну, что он делает? Пока не закончился тайм. Посмотрим. Ну, что он делает? Не знаю, буду ли я сейчас записывать сразу вторую часть. Но это, походу, все. Все. FIFA сказала, не будет вам победы. Все. Спасибо. Это очень классно. Это прям, я не знаю, сценарий какого-то фильма. Я не знаю, как смотреть на этот бред, но смотрим на статистику. Слушайте, реально, когда давно смотрел года два назад FIFA. Вот реально, реальный сценарий. Они там в 18-е, в 19-е FIFA. А у меня в 13-е тоже. У них два удара, два гола. У меня 13 ударов, пять поворотом, два гола. Ну, как это понимать? Кстати, точность пасов 87%. На секундочку, да? Мне кажется, я уйду вниз. Сейчас, по-любому вниз уйду по рейтингу. И мы опять терпим убытки, потому что, ну, нужно игрокам все-таки яхты свои покупать. Правильно? Правильно. Так, тут уже заканчивается сезон. Команды Австрия. Так, потом. Сейчас. И, естественно, объявлен состав команды России. Сейчас мы, потом. У Колодина и Бордиана повышаются характеристики. Здесь ничего интересного. Так, тут ничего интересного. А вот здесь состав сборной России. И сейчас мы все это посмотрим. Вратарьи Ладыгина, Кенфеев, Малафеев, Козлов, Паршевлюк, Дьяков, Бурлак, Белоруков, Игна... Ну, в общем, самое главное, что... Правильно. Это то, что так... Быстров, Сомедов, Жирков, Глушаков... Так, Широков, Дьяков... Самое главное, то, что наш Сычев, наш парень, вместе с Кокориным, Погребником и Павличенко... Непонятно, почему Дзюбу не взяли. Потому что он там должен быть. Вот. Ну, взяли Кокорина, Погребника, Павличенко и Сычева. Это значит, что мы будем без него играть, да? Третье место у нас, к сожалению... Сейчас мы посмотрим, на каком месте Рубин, наш любимый. И поедем дальше. Да, все. Вот они там делят с Динамо первое место. Очень плотная таблица. Такая конкуренция прям вообще очень радует. Не как сейчас. Сейчас Зенит наверху, остальные все там внизу телятся. Вот. Поэтому нам нужна одна победа. Ну и так далее. Вот. А у нас здесь какое число? 20 июля. Следующий матч будет не с Амкаром. А, как вы уже поняли... Ну, предлагайте в комментах, конечно. Вот, Амкар и Урал я сыграю сам. Потом Спартак. У нас будет следующая серия со Спартаком. Далее Терек. ЦСКА. И... Все по сценарию. Потом будет кубок. Вот. Поэтому лайки, подписки, колокольчики, комментарии, репосты. Вот. Пожелание. Все это, собственно, делайте. И будет много лайков. Естественно, все это мы продолжим. Вот. С вами был РусФПС. Сейчас. Секунду я. Глобную. Это блестящая лимонная вода. Все. Всем пока. Лайки-то ставьте. Да. Я жду. Все. Пока-пока. Лайки-то ставьте.